Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас всех на моем канале. С вами Айка Эмили и сегодня я занимаюсь своим любимым делом обжираловка. Да, у нас сегодня будет мукванг. Я заказала впервые, нет, вру не впервые, уже, наверное, где-то третий раз, но за последние, наверное, пять лет в первый раз беру кофе в Макдональдсе. Если честно, всегда мне он не нравился, как и в этот раз. В общем, я взяла капучино, а здесь просто вот вообще пены нету, так что какой-то странный капучино, если честно. Вот я больше люблю капучино в кофемании, может быть, в других странах тоже есть кофемании, если есть, то пишите. Я люблю, когда прям классная такая пена, и я, честно, вот клянусь, я не специально. Опять эти звуки, это сосед. Я отвечаю, я вот на полном серьезе вам говорю, что я хочу ему предложить, что давайте снимем совместное видео. Если бы был молодой парень, не молодая девушка, не знаю, можно было что-то такое замутить. Потому что вчера не буду называть имена. Одна очень знаменитая, очень-очень знаменитая девушка мне написала на мою почту, вот что мы хотим быть гостем у вас, на вашей передаче. Я такая так подумала, в смысле передача, я просто сижу и ем. Вы о какой передаче вообще говорите? То есть у меня же там рубрика, которую я немного забросила, на самом деле. Горячие. Только что пришли. Я кайфую. Хочу сказать вам, что жизнь прекрасна. На полном серьезе я вам говорю. Когда я ем вкусную еду, еду, которую я обожаю, которую я люблю, я понимаю, насколько жизнь прекрасна. Когда мама проходила полное обследование, я тоже решила сдать пару анализов. Потому что мне все писали в комментариях, что ты ешь очень много фастфуда и все дела. То есть у тебя, наверное, со здоровьем полный пипец. Так вот, у меня все супер. Единственное у меня плохое зрение. Куриная память. Вот отвечаю. Без преувеличения. У меня реально куриная память. Я ничего не помню. Но вы, наверное, уже знаете, да? А я могу одну и ту же историю на мукбанке рассказывать по три раза. У меня есть пара-тройка историй. Я спрашиваю у знакомых, которые меня постоянно смотрят. Слушай, я рассказывала про эту историю. Она такая, про какую? Я ей рассказываю. Она такая, да, два раза. А эту историю... А эту раз пять слышала. То есть я сама не помню. У меня все удаляется. Карточка переполнена. Например, иногда девочке мы сидим. У меня подруги начинают рассказывать. про подробности начала отношений с парнем. А я реально не помню. Возможно, я просто такой человек. У меня парень говорит, что ты какая-то безчувственная, безэмоциональная, неромантичная сухарь. Я его не стала пугать. Слушай, я ничего не помню. Мало ли что, передумает еще. Поэтому уже с памятью проблема. Что брать-то ее? Какая-то бракованная. И так-то у меня не особо много плюсов. Ну, вообще, на полном серьезе вам говорю, я пью специальные таблетки, улучшающие память. Мама говорит, что если сейчас это запустить, то и вообще к старости лет у меня будут такие провалы в памяти. Ну, у кого что? Зато по другим показателям. я очень даже здорова. И в плане желудка все отлично. УЗИ делали. Если камни в почках, не знаю, еще что-то. Обычно камни в почках, если я не ошибаюсь, пожалуйста, медики, меня исправьте. бывает, когда у тебя нерациональное, ненормированное питание, и ты, получается, один-два раза в день кушаешь и больше не ешь. Мама меня всегда обвиняет, что ты один раз сядешь, съешь много, а потом не ешь. Но вы, ребят, сами видите, у меня в день выходят по два мукбанка. Между этими мукбанками обязательно перекусы. Я ем. Я обожаю поесть. Вкусно поесть. Опять история из молодости моей бабушки. Бабушка рассказывала, что в их время, то есть это было военное время, 41-45 год, она училась в школе, и даже трудно было найти просто кусок хлеба. настолько люди жили бедно. Мужчины, которые вспахивали поля, все были на фронте. И вот то, что бабушка говорит, вы можете сейчас без особого труда просто найти хлеб на полках магазинов, это для нас благодарить Бога за это. Еще бабушка всегда говорит, возможно, вам не интересно, но все же, она говорит, когда человек рождается, у него на лбу написано, то есть сколько он лет проживет. Так что если человек умирает, значит, так было суждено. пока мы живем, надо наслаждаться жизнью, кушать вкусную еду, кайфовать, дышать свежим воздухом, гулять, активный образ жизни. А в моей жизни мне это совершенно не нравится, но я намереваюсь это все изменить. Я хочу начать активный образ жизни, хочу путешествовать, меньше работать и все дела. Либо устраивать себе какой-то отпуск раз в году. Например, каждый месяц откладывать энную сумму денег чисто на отпуск. Можно открыть какой-то вклад сберегательный и все, копеечка каждый месяц, например, определенная сумма туда. Например, можно тысяч семь каждый месяц откладывать. Вроде семь тысяч это небольшая сумма, подъемная, даже пусть пять. Но зато потом шикарный отдых вам обеспечен куда-нибудь в Турцию. было. Но опять же, смотрите по возможности. Я элементарно нигде не была. Ни на Мальдивах не была, ни в Америке, ни в Европе. То есть особо нигде не была. И вот когда у нас в универе девчонки, там мальчишки сидели рассуждали, что в Америке нам не нравится вот это, вот это, а я училась в частном вузе, и там большинство девочек и мальчиков было из богатых семей, я просто сидела и помалкивала, смотрела, кто что говорит, потому что я особо нигде не была. Мне в какой-то степени немножко за это не то, что стыдно, но как-то я чувствую себя обделенной, так скажем. В общем, Биг Мак, который я не могу полностью засунуть в рот, потому что у меня маленький рот. Кофе так себе, ребят, не рекомендую. Так чисто пью, потому что жалко. Не могу сказать, что вау, прям. Очень вкусно. Твикс, мой котик, окончательно офигел. Он не ест свой корм. От слова совсем. Ему не нравится его корм. Я читаю все ваши комментарии. Пишите обязательно. Куча случаев. Прочитала комментарии девчонок, что их коты падали с высоких этажов и ломали себе там таз, ножки и все дела. То есть, я больше своего котика на балкон не пускаю. Вот в туалет он выйдет и обратно под моим контролем. вот чем брать Биг Мак я лучше взяла Мак Чикен. Он и дешевле и вкуснее. А еще есть Дабл Мак Чикен. Он вообще улет. Самое любимое у меня в Мак Дональдсе это наггетсы. А в Мак Чикене огромный большой наггетс. А в двойном Мак Чикене двойная огромная котлетка. Что-то наподобие вот этих вот наггетсов из Мак Дональдса я видела полуфабрикаты в магазине. Покупала, жарила. Совершенно не один вкус. Даже пельмешки магазинные мне вообще не нравятся. Внутри как будто этого мяса немного добавили песка. Я не знаю, может мне одной так кажется, но покупные вообще не мое. Хотя здесь тоже непонятно из чего это сделано. Слышали такой прикол? при создании мак-накетсов из Мак Дональдса не было убито ни одной птицы. Ну и хорошо. Что сказать? выпила, но здесь вообще никакой пены и не пахнет. вкусно. чем мне брат однажды приехал в Баку и он всю жизнь кушал МакДональдс в России. приехал сюда и говорит господи, как это все невкусно, фу, как вы это едите. Потом прошло время я поехала в Сарату. Попробовала там МакДональдс и там абсолютно другое. Но вы знаете, я не могу сказать, что здесь невкусно, там вкусно или там невкусно, здесь вкусно. Все зависит от того, к чему ты привык. Я привыкла к МакДональдсу, который здесь, но он значительно отличается от того, что вы едите в России, например. Обожаю снимать мукбанки. Это лучшее хобби. и подписчики самые добрые у мукбанкеров. Хотя смотря у кого. У меня прям самый душка подписчики. Спасибо вам огромное за ваши комментарии, за то, что вы ставите лайки, за то, что вы подписываете. Мне безумно приятно. у меня в голове крутится вот эта песня. Нет, я рук не уберу чисто из-за принципа. Помните эту песню? Прям заело. На это все, мои хорошие. Спасибо, что досмотрели. Всех люблю, целую. С вами Блай Кемери. Пока.